18 февраля 2022 года от осложнений вызванных коронавирусом скончался актер Борис Невзоров. После смерти артиста многие начали вспоминать и о его прошлой жизни, и о супруге, которую он безумно любил, но потерял много лет назад. Борис и Настя познакомились в 1975 году в школе и студии МХАТ, где оба учились в то время. На тот момент парень учился на последнем курсе, а Анастасия только поступила. По началу молодых людей связывала исключительно взаимная симпатия, но не боли. Более того, так как Борис был женат на девушке Марине, и та растила от него сына, у супругов были непростые отношения, но все же они прожили 11 лет. В 1982 году Иванова сыграла главную роль Лидии Теняковой в фильме «Не могу сказать прощай» и сразу прославилась на весь СССР. Ее без проблем взяли в московский новый драматический театр, где работал и Борис Невзоров. На тот момент разведенный мужчина проживал в театральном общежитии, рядом с ним поселилась и Настя. Тогда-то между ними, молодыми коллегами, и возник страстный роман. Через полтора года у них родилась дочь. К этому моменту они уже успели оформить свои отношения в ЗАГСе. Борис и Настя очень подходили друг к другу, имели одинаковые интересы, понимали друг друга с полуслового, поддерживали, давали развиваться в профессии, занимались дочерью на равных. Им было хорошо друг с другом, но все разрушилось в одно мгновение. 3 июня 1993 года Анастасия была дома одна. Как позже установила следствие, свою убийцу она впустила в дом сама, так как знала его и не боялась. Им оказался Сергей Просветов, родственник актера Александра Савченко, с которым Иванова играла в одном фильме. К слову, ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за убийство женщины. По версии следователей, Сергей зашел под предлогом помянуть брата, того самого Савченко, который умер годом ранее от сердечного приступа. Настя впустила свою убийцу и даже проявила гостеприимство, начав накрывать на стол. В этот момент Просветов и нанес своей жертве на живые ранения, а потом просто задушил уже несопротивляющуюся женщину. Из дома Сергей унес дешевые безделушки и старый видеомагнитофон. Будучи зависимым от запрещенных веществ, он был рад любой копейке. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, а когда выяснилось, кто является убийцей, его уже не было на свете. Во время бытовой ссоры Сергей убил сына-любовница. Анастасию при этом похоронили на старом городском кладбище в Сергиевом посаде. На ее могиле стоит простой памятник из светлого мрамора. На нем уже появились желтые разводы, но все же видно, что за могилой ухаживают. На ней чисто ухоженно периодически появляются свежие цветы.